Продолжение следует... Я считаю, что глубоко прорабатывать этот вопрос имеет смысл только в случае наличия хоть какого-то объема заказов. До этого же достаточно примерно понимать, что к чему. Например, посмотрев это видео. В целом, любые деловые отношения можно разделить на два типа. Первый – трудовые, работа в штате, ин-хаус. Второй тип – гражданско-правовые, коммерческие, подряд, оказание услуг. Первый тип отношений регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, предполагает отпуска, больничные, фиксированный график работы сотрудника согласно должностной инструкции, оклад и, что самое важное, отчисление государству в районе 40% с этого самого оклада. К вопросу о низких налогах у нас в стране. Да, я согласен, что налоговая нагрузка начинающего ИП невелика, об этом мы поговорим. Но, простите, на мой взгляд, эти 40% – цифра совсем не маленькая, и это самая большая препона на пути перехода мелкого бизнеса в категорию среднего. Именно поэтому повсеместно мы и видим так называемые серые зарплатные схемы. Однако, вернемся ко второму типу – гражданско-правовому договору. Этот тип отношений регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, который сам по себе зарегламентирован в гораздо меньшей степени, чем Трудовой кодекс. Предполагает приоритет конкретного договора между заказчиком и исполнителем с указанием объемов, сумм и сроков выполнения работы или поставки товаров. Итак, фрилансер, как вы уже, конечно, поняли, работает по гражданско-правовому договору, который, к слову, не всегда должен заключаться в письменной форме. Есть и устная форма сделки. Может ли он это делать без статуса ИП? Скорее, нет, чем да. Потому что в этом случае либо заказчика могут признать работодателем, квалифицировав указанные отношения как трудовые, либо деятельность фрилансера признать, например, незаконным предпринимательством. А это уже уголовная статья. Однако, ввиду небольших масштабов заключаемых сделок, судебные прецеденты в нашей отрасли крайне редки. Поэтому полностью белая схема сотрудничества выступает зачастую как некий идеал, платить 40% за разовые заказы бюро переводов вряд ли будет. Почему? Потому что никто не платит. И не потому что себе в карман эти деньги кладут, а потому что конкуренция высокая и клиент хочет экономить. Вот такой вот субсваг получается. Для фрилансера ИП же речь о примерно 6%, что выглядит гораздо более реальным. При хороших оборотах эта цифра меньше, но в любом случае не меньше 27 990 рублей в год. Давайте поговорим о стоимости введения ИП подробнее. Стоимость открытия ИП 800 рублей. Это размер государственной пошлины. Все остальное, подать документы, открыть расчетный счет в банке, вы можете сделать сами. То есть всего за 800 рублей вы можете стать совершенно равным и законным участником коммерческих отношений и любых договоров подрядом. Ах да, еще сделаете свою печать, которая даст несоизмеримые вложениям статусные привилегии. Но мы должны понимать, какие расходы повлечет за собой статус индивидуального предпринимателя в дальнейшем. А для этого, в первую очередь, должны определиться с налоговым режимом. Для ИП-фрилансера варианта тут два – УСН или ПСН. Чтобы сделать правильный выбор, мы не можем не углубиться в цифры. В рамках упрощенки возможны две модели выплаты налога. Эта система может подходить многим бизнесам с высокими расходами. Закупки товара, оплата поставщиков, аренда и прочее. К таковым вряд ли относится индивидуальный бизнес по продаже своих услуг. Ну и имейте в виду, что в случае выбора этой модели все расходы придется подтверждать, собирая чеки, договоры и акты выполненных работ. Также имейте в виду, что ваши клиенты как раз-таки эту систему применять могут. Именно поэтому им нужен ваш статус индивидуального предпринимателя для официального оформления своих расходов и, соответственно, для уменьшения своей налогооблагаемой базы. Это, наверное, самый простой вариант для начинающего предпринимателя. Вы платите 6% налога на все доходы, поступающие на ваш расчетный счет. Кстати, лучше сразу держите в голове цифру 7%, потому что 1% с вас будет брать банк за вывод денег на карту. Есть еще пенсионный фонд, взносы в который с 2017 года еще немного подросли в связи с увеличением рот и исчисляются следующим образом. При годовом обороте до 300 тысяч рублей взнос составит 27 990 рублей. Это и есть тот самый минимум, который вы в любом случае заплатите при открытом ИП. Если годовой оборот более 300 тысяч, то к этим 27 990 рублям прибавляется 1% от суммы, превышающей 300 тысяч. Например, если оборот 400 тысяч, платите 28 990 рублей. Если 500 тысяч, 29 990 рублей и так далее. Но налог, те самые 6%, мы можем уменьшить на сумму выплат в пенсионный фонд. А если можем, значит обязательно будем это делать. То есть до 466 тысяч 500 рублей годового оборота налог мы не платим вообще. 6% от 466 тысяч 500 рублей это 27 990 рублей, которые мы в любом случае платим как взносы и значит вычитаем из налога. Возьмем для примера и для закрепления материала годовой оборот в 600 тысяч рублей. Номинально налог составит 36 тысяч рублей, 6%. Однако из него мы вычитаем 30 990 рублей выплат в пенсионный фонд. Итого в налоговую мы заплатим 5 10 10 рублей, а в пенсионный фонд, как уже было сказано, 30 990 рублей. А итого 36 тысяч рублей, те самые 6%. Иными словами, при достижении определенного оборота, который достичь нас просто обязывает гордый статус индивидуального предпринимателя, мы держим в голове, что отдадим государству те самые 6-7%. Давайте потренируемся. Поставьте видео на паузу и посчитайте выплаты с оборота 1 миллион рублей. Ответ дайте в формате трех цифр. Общая сумма выплат, которая равняется страховым взносам, плюс сумме налога после вычета. Правильный ответ появится через 10 секунд. Неплохой альтернативой упрощенки с недавнего времени стала патентная система налогообложения. Суть ее заключается в том, что ИП покупает патент на определенный вид услуг за фиксированную сумму и может получать неограниченные обороты по своему расчетному счету без учета и декларирования налогов. Стоимость патента рассчитывается каждым регионам отдельно на основе потенциального дохода. Так, местные чиновники почему-то решили, что потенциальный доход переводчиков Питера в три раза выше, чем, например, в Москве. И стоит он у нас аж 48 тысяч. Вы не знаете фразу «неизбежная лишь смерть и налоги»? Теперь знаю. В других же регионах цена как будто более разумна, до 22 тысяч рублей. Что же выбрать, УСН или патент? Важной особенностью патента является то, что из его стоимости нельзя вычитать страховые взносы. А их ведь никто не отменял. Следовательно, те самые 27 990 рублей плюс 1% мы в любом случае заплатим. Возьмем, для примера, Москву. Допустим, ВВП с не очень большими оборотами на патенте. Государству в таком случае вы отдадите за год 48 тысяч рублей. Это 18 тысяч за патент плюс, например, порядка 30 тысяч страховых взносов. Чтобы такую же сумму выплатить при обычной упрощенке 6%, ваш оборот должен быть 48 тысяч делим на 6, умножаем на 100, порядка 800 тысяч рублей в год. То есть, если вы зарабатываете больше этой суммы в Москве, за год патент поможет вам сэкономить. В Питере же ты должен зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, чтобы патент был выгоднее в расченке. Особенно комично это выглядело, когда по патенту было разрешено работать только с физическими лицами. А такое было пару лет назад. Для остальных регионов вы с легкостью сделаете соответствующие расчеты. Но в целом создается впечатление, что эта система больше подходит для уже опытных предпринимателей со стабильными оборотами. Начинать же более осмотрительно с обычной упрощенки, которая вам обойдется в минимальные 27 990 рублей. Купить же патент можно в течение года каждый квартал. Кстати, ИП можно регистрировать только по месту прописки. Соответственно, и налоговый учет там же. И, кстати, в некоторых регионах, например, в Москве, для новых ИП-переводчиков действуют налоговые каникулы со ставкой 0% в течение первых двух лет работы. Давайте подытожим, во что же нам обойдется введение ИП. Первое. Бумажная работа один раз в год. Сдача налоговой декларации. Второе. Налог по ОСН выплачивается один раз в квартал через банк-клиент. Патент можно покупать на квартал, на полгода и на год. Третье. Выплаты вместе с введением счета, скажем, в районе 3000 рублей в месяц. Четвертое. Придется оформлять акты выполненных работ, считая договоры со своими контрагентами. Кому-то достаточно сканов, кому-то придется выслать оригиналы почтой. Тут уж как повезет, но в целом ничего запредельного. Какие же преимущества дает нам статус ИП? Первое. Абсолютно легальная работа. 44% мало кто захочет платить. Все остальное не совсем легально. Второе. Уменьшение для ваших контрагентов налогооблагаемой базы. Соответственно, эти самые контрагенты могут вам и часть налога возместить при умелом ведении переговоров. Третье. Самостоятельный статус. Абсолютная свобода предпринимательской деятельности. Четвертое. Очевидное конкурентное преимущество перед другими фрилансерами. И все это за 3000 рублей в месяц. Вроде не так и дорого. Почему же большинство переводчиков работает по-прежнему без статуса ИП? Если из-за информационного вакуума, то после просмотра этого видео его точно не будет. Если у вас есть своя версия, почему так происходит, пишите в комментарии. Желаю вам больших оборотов по расчетному счету.